друзья мои добро пожаловать обратно я хотел бы разместить это на своем канале а также рассказать вчера о так называемом купе в россии которое было самым коротким купе в истории мне интересно что же там произошло на самом деле но совершенно очевидно что у всего этого есть какой-то окончательный исход у меня есть видео запись которую я хочу посмотреть вместе с отступающими войсками вагнера да как мы знаем лукашенко встретился с лидером главой семьи вагнеров и он выступил там посредником в чем-то по крайней мере именно это мы и слышали а теперь очевидно все собрали свои вещи и уехали но давай-ка посмотрим это видео если ты не возражаешь я покажу тебе маленькую крошечную красотку давай посмотрим видео с отступающими войсками и так как ты видишь вот они наемники из вагнера они отступают и местные жители поздравляют их с этим очевидно я не знаю но многие из тех кто анализировал ситуацию действительно думали что это государственный переворот я не знаю что и сказать я действительно не знаю что сказать я могу только сказать послушайте здесь есть кое-какой анализ которым я хочу поделиться с вами что произошло так вот в этом другом списке его зовут марио напал он говорит что прошедший день был диким избивающим с толку вот здесь изложено все что произошло с тех пор как провалился государственный переворот мы знаем что по меньшей мере 15 российских солдат были убиты по крайней мере некоторые именно так и считают во время этого инцидента большая часть жертв была сброшена с вертолета силами вагнера все уголовные обвинения против пригозина шефа вагнера были сняты в ходе переговоров между президентом беларуси лукашенко и пригозиным изменения в руководстве министерства обороны россии не обсуждались все истребители вернулись на свои базы и подписали контракты с российскими военными прикожин будет передан беларуси в рамках сделки заключенной между пригожиным лукашенко и путиным нет мне кажется что это не так а пока скажите где именно находится прикожин конечно же еленский сообщил что они были очень разочарованы решением приходжина стянуть войска так что если вкратце пожарные подпишут контракт с российскими военными правда не со всеми а только с теми кто не участвовал в этом так называемом государственном перевороте потому что ему не будет предъявлено никаких обвинений в совершении каких-либо преступлений но он останется в париже некоторые говорят что в этом исследовании анализируются ресурсы свидетельствующие о слабости путина и о том что его жизнь всегда будет находиться в опасности так вот люди не согласны с этим анализом утверждая что почему путин слабее когда наемники вагнера интегрированы в российскую армию без кровопролития а лидер находится в бегах кремль одержал верх над нами некоторые другие говорят что он потерял власть пусть и на короткое время он не потерял контроль над собой он не потерял контроль над собой не похоже чтобы он потерял контроль над собой так вот это и есть финал вот и подошла к концу работа этой гонконгской группы и люди хотят знать выиграла ли украина от этой нестабильности они говорят что на самом деле это не так но это продолжалось недолго нет не особенно часто кто-то говорит что когда вы создаете программное обеспечение его избивают по телефонной линии по чьим-то словам прошлой ночью были совершены теракты я был бы удивлен увидев такое длинное сообщение но я могу и ошибаться так что мнений и мнений на этом канале у нас нет у меня не обязательно есть какое-то определенное мнение я не являюсь специалистом по политическому анализу а выиграла ли от меня украина но я не знаю я не могу тебе этого сказать неужели они пострадали от этого повторяю еще раз я не знаю в чем дело но все что я хочу сделать это предоставить свободное место на этом канале для последних новостей именно этим я и занимаюсь да благословит тебя господь большое тебе спасибо за то что выслушал меня и до следующего раза давай помолимся о том чтобы война поскорее закончилась больше никто из людей не будет страдать я ненавижу войну я люблю мир я люблю иисуса и хочу чтобы русские и украинцы жили в мире и я хочу чтобы все мы жили в мире больше никакой ненависти не будет больше никаких войн не будет больше никаких смертей хватит уже со всего этого давай будем любить друг друга с любовью музыка обычно звучит тех случаях когда речь идет о подобных вещах конечно же у меня есть белые друзья если тебе интересно просто зайди на youtube и ты легко сможешь его найти подпишись на канал ты можешь использовать его музыку если ты такой же ютубер как и я на его музыку не распространяется авторское право именно за это я вас всех и люблю спасибо тебе